Смотреть всем. Самовар ТВ. Заряжено Пешпировским. 11 ноября. Ночь чудес. Вастрикескус. Самые низкие цены в году. Ведущий праздника Борис Горский и Алексей Исаченко. Специальный гость. Укусовистая. Не пропусти. Ночь чудес. 11 ноября. Вастрикескус. Что делают наши нарвитяне в выходные? Никуда они ходят? Ну, кто-то занимается спортом, играет в футбол, занимается... Там где-то футболисты пробежали. Как проводишь выходные дни? Уикенд свой? Куда ходишь? Чем занимаешься? Не знаю, спортом, спектаклей, что-то, концерты? В клубы. В клубы? В ночные? Да, в ночные. В какие ты клубы ходишь? В Женеве. Женева. Классный клуб, да? Да. Туда в кроссовках не пускают. В спортивном... В кроссовках не пускают? В спортивном... Я видел, там в коньках проходили люди просто. На каток. На каток ходишь? Массовые катания, да? Каждые выходные? Нет. Когда денюжка, да, есть? Или когда желание? Когда захочу. Денюжка тебя устраивает, которая платится за это? Немного? Нет. Большой теннис. Большой теннис. В холл ходишь заниматься? Да, да, да. Тебя устраивает вот эта стоимость за час? Дорогой вид спорта? Да, да, дорогой. Ну, а что делать? Звезды теннис, а потом все вернется, там миллионные гонорары, все дела. Ну, может быть, может быть. Если только на дискотеке, наверное, которая проходит. Буду делать уроки, гулять. Ну, если там будет какое-то мероприятие, я, может, пойду. Отоспаться хорошо и... Отоспаться? До часов трех дня, а потом с родителями погулять. Ой, ничего себе, до трех дня они дрыхнут, девчонки. Желаем вам спокойного сна и хороших вот этих вещих, радужных снов. Вы знаете, вот есть такая поговорка, не помню, говорил я про это или нет. Мы приноросский народ таковский. Вот, видите, спим целыми днями до трех, а потом говорим, нам сходить некуда. А когда вы будете ходить, если вы спите? Не спите, а то проспите все самое интересное. А это в нашем городе есть, поверьте мне, самовар-ТВ. Как проводите выходные дни, уикенды, есть такое модное слово? Ну, если есть, возможно, все-таки спортом каким-то, все-таки, хоть как-то. Либо футбол, либо баскетбол. Честно, в основном, рыбалка. Что бы хотелось увидеть в нашем городке? Ну, хотелось бы что-нибудь в энергетике видеть, все-таки, ну, женями, то есть какие-нибудь, чтобы звезды приезжали именно в большой зал. Гулять хожу с друзьями, на дискотеку, может быть. Куда на дискотеку? Ну, в Женеву, куда еще? Как-то обречено, куда еще? Остальное как-то мне не привлекает места. Стараюсь куда-то выехать на природу или отоспаться. Отоспаться. Второй у нас уже вариант по поводу сна. Но это тоже неплохо, кстати, да, слаще всего, помните, не мед, а тот самый сон. Не хожу. А почему не ходите? Финансово или что-то неинтересное у нас тут привозят? А что, у нас разве что-то есть интересное? Конечно, в Женеве очень часто спектакли бывают. Какие? Или в театр? Не-не-не-не-не-не. Ну, вот привозят различные трупы там и из Москвы, и из Питера. Ну, вот у нас Ругадиви, вот Рубальская Лариса, вот сходим. Поэтесса, да? Да, очень хорошее. Иногда в кинотеатры ходим. В кино все посещают. Другие какие-то мероприятия, вот платные, фестивали, свектакли, концерты? Нет. Как-то особо по концертам, да. А почему? Дорого или просто неинтересно? Ну, либо времени... Время не подходит, либо не то что-то. Ну, по интересу. Нету таких, на которых я бы хотел пойти, в принципе. Или приезжают куда-то в Таллинн или что, а не в Нару. Ясно. Ну, да, действительно. Потому что что я... Вы это самое, в Нару их себе привозите? Конечно. Домашнее задание. Ну и гуляем. Врет, наверное, да? В выходные домашнее задание. Да не-не, все серьезно. Точно? Все серьезно? Готовишься? Да. Хорошо. Высыпаюсь, во-первых. Опять? Третье. Сонное царство у нас, в общем. До скольки спишь? У нас уже рекорд до трех обычно. Нет, до 11 мак. До 11 вечера, да? А потом в Женеву. Нет, я вообще не в Нарвии живу. А не в Нарвии? А где ты живешь? Я живу в Таллине. В Таллине, понял. Ну, там есть тоже ночные клубы, я слышал, в Таллине. Ну, обычно ходим в паб, предположим. Или как-нибудь заполняем выходные, да, какими-нибудь мероприятиями. Понял. Ну, паб, это значит, там, с пивком, да? Ну, когда как. Понял. Ладно, не буду развивать тему, так это мы вычеркиваем. Ну, когда лето, за грибами ходим. За грибами? Ну, вот замечательно. А я знаю, что ты в Испании был. Вот где лучше, в Нарве или в Испании? Где интереснее? В Испании, потому что там есть бассейн рядом. Бассейн? А у нас тоже есть бассейн рядышком? Ну, папа тебе покажет. Ну, просто там есть горки такие, только далеко ехать. Кто любит бокс и хочет посмотреть настоящее грандиозное шоу с участием звезд российского бокса Александра Котлобая и Максима Власова в Ахме, в спортехали Ахме. 12 ноября ждем вам интернешнл боксинг гала. Сумасшедший бокс. Тема бокса продолжается у нас на портале стенат.е. Нарвитяне, я вас боюсь. Ходят слухи, что в нашем городке появится вот тот самый Валуев или это пока только сплетни? Я про битву под Нарвой, которая в следующем уже году. Николай Валуев, да, мы ведем с ним переговоры. Он очень занят сейчас, к сожалению. А как вы ведете с ним переговоры? Вот он такой, как ты с ним? Привет, Коля, приедешь к нам? По телефону. Понятно. И сейчас он баллотируется в кандидаты Государственной Думы Российской Федерации. Поэтому нам бы хотелось, конечно, чтобы он приехал сюда. Он партия «Единая Россия», небось. От «Единой России», да. Я думаю, что так все побаиваются Путина. Конечно, Валуев у него в партии. Ну, я думаю, что мы сможем его все-таки как-то найти. Я думаю, что он найдет время, и мы сможем здесь его встретить. Готовы ли норвитяне к этому? Мы готовы, норвитяне? Мы готовы. Стена.ее. Самовар ТВ. Вот мы можем одновременно брать интервью у реальных людей и у людей в лифте. Они тоже слышат наши вопросы. Там вмотированы такие датчики, и параллельно они отвечают нам. Вот так техника зашла далеко на Самовар ТВ. На выходных я стараюсь всегда сходить на тренировку, и потом провести время с семьей. Или куда-то на природу погулять. Чем занимаешься? Бодипамп. Ну, да. Групповые тренировки. Я не понял сейчас, что это такое. А что такое бодипамп? Это групповые тренировки со штангой. Все. Без комментариев. Ну, вы поняли, да, про бокс. В той программе теперь штанга пошла у нас. Я танцую дома. Дома? Одна? Дин-дин-дин. Барбара Стрейзен. Понял. Лошадьми занимаешься, да? Это вот вы скачете там, да? И в городке остаются такие следы иногда. Понял, да я шучу. Кстати, девчонки занимаются футболом. У нас тут был у девчонок бокс, тяжелая атлетика, дзюдо и футбол. Вот такие у нас виды спорта. Чем занимаетесь? По клубам, да, небось? Конечно. Конечно? Конечно. А в какие клубы? Жнео. Студик. Студик. Ну классные клубы. Лучшие клубы просто нашей северо-восточной столицы. В Тарту молодежь чем занимается в основном? Понятно, там клубы и прочее, на уровне там это все происходит? По-моему, по мне так тоже не на уровне. А где круче? Ну если брать какие-то клубы или что-то, тогда, наверное, в Таллине. В Таллине все-таки, да? А может быть даже и за границей. Ясно. Когда Питер, Москва, то там, думаю, будут еще клубы круче. Если это брать за досуг. И немного про хитрости наших уважаемых, но очень хитрых норвитян. При посещении платных мероприятий. Вот в свое время мы делали очень много различных фестивалей на территории Нарского замка. Так вот, для того, чтобы попасть туда со своими спиртными напитками, наши дорогие норвитяне приходили туда за день до мероприятия, закапывали их в землю, а на следующий день проходили как бы такими безалкогольными, отрывали их. Ну и что вы думаете, они с ними делали? Привет, не хитрите! Вот завтра пойдем на выставку животных. Да, будет такая. Но там будет много интересных всяких моментов. Ты пойдешь завтра на выставку, любишь всяких кошек, там, собак, да? Да, я выбиваю попугая. Попугая будешь выбирать? И он у тебя будет говорить, да, всякие слова? Да. Но ты его хорошим словом только будешь учить, да? Да. Вот мне бы еще какой-нибудь попугая, чтобы он задавал одни и те же вопросы, а я потом общался. Сама в артиле. Как ты проводишь выходные дни? Все не рассказывай только. Хорошо. И про меня ничего не говори. Это будет вырезано? Это будет вырезано двоекратно. Мы просто напиваемся с рогом иногда. А так в основном ходим по музеям, выставочным залам, играем в бильярд. А еще наши нервители, они врудные. Что касается различных мероприятий в нашем городе, небольшой и приятный анонс. Буквально 4 ноября, запоминайте, в ДК Рога-Ди в 19.00 рок-ностальжи. В этот же день в ночном клубе Женева просто ностальжи. Танцуем там Барбара Стрейзен и все дела. Спорт. Последний тур чемпионата Эстонии в Лиге Мастеров Нарва Транс принимает Кайль в Селомея. На стадионе Крингольм в 14.00. Там же хоккей чемпионат Эстонии. А, да, в культурном центре Женева 5 октября чемпионат Эстонии по культуризму. Это вот эти мужики. Ну, в три раза больше у них там, а может быть и в четыре. Ну, очень красивые тела. Приходите, увидите. И самое главное, поболейте за наших. Посещайте мероприятия. С вами был Самовар ТВ и я Евгений Рогов. Фанфары трубите, ликуй. Так, вот это ликуй убираем. Фанфары трубите, крутись земной шар. На радость землянам кипит самовар. Заходи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова